С самого утра в Харьковском горсовете проходили следственные действия. Правда, на этот раз не в кабинетах первых лиц, а в юридическом департаменте. Чиновник этого подразделения муниципалитета, а также заместитель начальника района исполнительной службы и еще один частный юрист проходят по делу о получении неправомерной выгоды. По словам представителей прокуратуры, речь идет о попытке нелегальной сдачи в аренду помещений в центре города на площади Небесной сотни. Еще в 2013 году был удовлетворен иск прокуратуры о разрыве договоров аренды между мэрией, которая управляет зданием, находящимся в коммунальной собственности, и предпринимателями, которые там снимают помещение. Именно исполнять это решение к частникам и пришли представители департамента горсовета и исполнительной службы. Подприемцы, конечно, не хотели оставить помещение и спросили, или могут продолжить аренду официально, законно и легально. Вказані чиновники запропонували вирішити питання, и для этого надали контакт третьей особи. Ним виявився керівник однієї з юридичних фирм, також міста Харкова. Когда предприемець связался с этим человеком, то уже ця людина запропонувала продолжить аренду на нелегальной основе. Должностные лица загадали предпринимателю платить 6 тысяч гривен в месяц и внести единоразовый взнос в размере 30 тысяч гривен, который предложили распределить на три транша. Во время последнего правоохранители задержали юриста, после чего провели выемки документов по местам жительства и работы должностных лиц, в том числе и в горсовете. Какие документы были изъяты ни в мэрии, ни в прокуратуре не комментируют. Следователи говорят, что в ближайшие три дня будет принято решение о объявлении подозрения чиновнику и госисполнителю о мере пресечения. По статье «Получение неправомерной выгоды группой лиц всем участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы». Марина Николаева, Агентство телевидения Новости.